Приветствую вас. Давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали. Значит так. Поднакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Образованный, 30 лет, не женат. Вот почему не женат? Сразу возникает вопрос. Не женат, хочет семью, образованный, работает на трех работах, но сидит на сайте знакомств и хочет семью. Вам не кажется подобный набор характеристик, подобная совокупность, несколько странным? То есть, что вы знаете о его прошлой жизни? Вот прежде, чем вообще говорить о чем-то. Дальше наша ипотека. Удивительно, как сегодня ипотека свидетельствует о том, видимо, что человек благосостоятельный и так далее. А знаете ли вы, ну просто вот, знаете ли вы, что ипотека это не что иное, как жизнь в кредитах. Это значит, что человек пытается получить то, чего он не может себе позволить. Вы в таком ключе про ипотеку не думали и про то, какие, ну какие вот мужские черты, да, вот, какие качества человеческие, может быть, правильнее будет сказать, позволяют мужчине брать ипотеку. Тем более, тем более, что он один. То есть, ну, еще, как бы, можно понять, да, можно понять, когда ты не один, а у тебя семья, там, требуется и то. Это не самый правильный расклад, мягко говоря. Вот. А тут человек один и живет в ипотеку. Плюс работает на трех работах. Ну, явно складывается ощущение, что он как будто бы пытается купировать, то есть пытается компенсировать. А какие-то свои трапы. В некоторой степени для него, судя по всему, неподъемно. Ну, вот уже и можно поразмыслить на тему того, почему мужчина так себя ведет. С чем это связано? Что он так выстроил свою деятельность? Дальше. Идем. Так. На сексе не помешат. Здесь, конечно, в некоторой степени такой интересный момент. Вы-то сами на сайте знакомств зачем пришли? Вы-то сами почему мужчину ищите на сайте знакомств? Вы-то сами, если говорите о том, что он не помешан на сексе, значит, такие, видимо, прецеденты были, скорее всего, да? Зачем вы на сайте знакомств ищите мужчину себе тогда? Какая, можно сказать, полоса неудач привела вас на сайт знакомств? Знаете? Вот. Это тоже очень важно понять. Дальше. Не помешан на сексе. Почему для вас это плюс? Помещательство на сексе – это хорошо. Но, вообще-то, это признак здоровья. Другое дело, что если мужчина бесконтрольно спит со всеми подряд, это уже говорит о культуре. Но здоровый интерес к яркой, как вы говорите, красивой девушке – это нормально. И здесь, как бы, тоже не совсем, на мой взгляд, ясным представляется то, как вы воспринимаете секс. Ведь вы об этом сказали. Если вы об этом сказали, причем особо выделили это, значит, для вас это имеет значение. Но какое? И почему? На мой взгляд, это очень важный момент, если мы хотим с вами полностью разобраться в ситуации. Именно в вас, точнее, а не в мужчине. Потому что, как правило, когда задаются такие вопросы, почему мужчина так поступает и так далее, это некая неопределенность в жизни наблюдается. И с этой неопределенностью в жизни человек, то есть в данном случае вы теряете, не знаете, что делать. И, соответственно, ему требуется помощь. Но попросить помощи для себя он не может. Признать, что проблема в нем, то бишь, в вас, человек тоже не может. Почему, это уже другой вопрос. Но не может. И отсюда возникает подобный перенос. Проекция. То есть мужчина, это вот некое сосредоточение неопределенности. Вот он вроде бы со мной, но в то же время на сайте знакомств. Какая разница? На сайте знакомств он или нет. Он с вами. Вам-то им комфортно, вы знаете, где он. И все. Какая разница? Наслаждайтесь тем, что есть. Неизвестно, что будет дальше. Может быть, у вас вообще отношения не получится, несмотря ни на что. Какая разница? Сидит он на сайте знакомств или нет. Смотрит лайки, ну и что. Может быть, для него это просто ритуал. Вы же этого не знаете. А вы вот уже как бы делаете. Дальше. Общение началось с интересов. К вечеру я дал вам номер телефона. А вам не кажется, что это рано? Мужчина после этого стал часто звонить и интересоваться мной. Предложил встретиться. Он, значит, помог с ремонтом холодильника. Не очень понятна хронология всего этого, но кажется мне, что в некоторой степени это происходит довольно быстро. То есть как-то быстро вы его включили в свою деятельность, в свою жизнь. Вот. Значит, на день рождения я подарил цветы. Простите, и все? Цветы? Только цветы? Нет, не то, чтобы это мало, но странно немного. Значит, ухаживает, пишите вы. Ну, здорово, что ухаживает, да. Только ухаживание женщинами часто воспринимается не совсем правильно. Я поясню. Дело в том, что мужчина может за вами ухаживать, потому что вы для него идеальная женщина. Ну, как бы с той точки зрения, что вы для него идеальная жена, может быть. А? Раз он хочет семью. Ну, так, пока. Априори. Он за вами ухаживает, все красиво. Все здорово. Вот. А с другими женщинами, например, он будет общаться более свободно. Потому что они для него не потенциальные жены, а просто женщины. И, может быть, с ними он будет более раскрываться. Ну, как, как, ну, как человек. С вами он общается, ну, вот по вашему описанию, с вами он общается как с классической женой. Будущей. То есть, все не спеша, все цивильно, все хорошо, все культурно, все вежливо. За исключением некоторых моментов, о которых я расскажу чуть позже. Вот. Ну, вот такое складывается впечатление у меня, по крайней мере. Вот. И здесь, конечно, очень важно, как вы все это воспринимаете сами. То есть, вы для мужчины вообще кем быть так хотите? Вы для мужчины хотите быть такой вот идеальной женой, которую, идеальной женщиной, женой, которую, так сказать, не так. Вот. Идеальной женщиной-женой, а не женщиной-друг, партнер и так далее. Вот. То есть, вы вот с этими моментами стараетесь определиться для себя. Может быть, стоит меньше ухаживания и больше какой-то вот такой, знаете, чисто человеческой близости. Интересы, это все, как бы, здорово на определенном этапе. Вот. Но если уж была интимная близость, ну, так, как бы, обязывается, а ты нет, быть честным, быть честными. Говорите о своих желаниях, о своих переживаниях и так далее. Вот. Говорите о том, что беспокоят. Ну, по крайней мере, после интимной близости вы на это права имеете. Что-то вы этого не делаете, это уже связано, как бы, с вашими мотивами, с тем, что... Вам нужна семья, как я понял, для чего, для чего-то. И мужчину вы боитесь спугнуть. Но парадокс заключается в том, что именно вот из-за таких попыток не спугнуть человека, да, именно из-за таких попыток не спугнуть человека. А потом вырастает понимание того, что рядом вообще не тот, кого хотели бы видеть. Вы, особенно когда мужчина станет вашим мужем и вам нужно будет с ним жить. Сейчас у вас есть цель, может быть, выйти замуж. А потом, дальше что будет? Дальше как вы будете жить, когда вы боитесь... Ну, вот сейчас, да, вы боитесь его спугнуть. Ну, так вы же понимаете, что, боясь спугнуть человека, а вы не являетесь собой, к сожалению. И если вы изначально собой не являетесь после, ну, определенных моментов, когда надо бы, то до поры до времени вы с собой являться и не будете. И кого будет видеть мужчина? Да, по сути, ту, которой плевать по большому счету. И все. И вопрос, который я вам могу задать. А это то, чего вы хотите вообще? Может быть, мужчина специально заходит на этот сайт, чтобы узнать, как вы реагируете на это. Как вы реагируете на это? Заметите вы, не заметите вы, скажете вы, не скажете вы что-то по этому поводу. Волнует вас это или нет? Да, неизвестно. Но заметить-то можно. Дать понять, что вы в курсе-то можно. Можно. Например, напиши, напиши ему на этом сайте знакомств о том, что просто написать. О, привет! На сайте знакомств пишите. А ты как здесь? Как дела? Вот. И все. Вот сейчас можно так сделать? Можно. Естественно ли эта модель поведения? Естественно. Но вы этого не делаете. Почему? Потому что ваша модель поведения, она не естественная. И не спонтальная. Она скорее такая контролирующая. И свята на это с тем, что вы пытаетесь добиться своей безопасности. Это говорит о том, что у вас проблемы с личными границами. Вот. Ну, не только. Не только на самом деле. Это, ну как бы, не только данная ситуация указывает на то, что есть проблемы с личными границами на самом деле. Далее. В начале знакомства я спросил, как тебе этот сайт? Нет. Непонятный вопрос. Непонятный. Сама я там больше двух-трех дней не сижу, трех-четырех дней не сижу. Почему? Ну, обычно удаляю анкетку. Почему так? То есть вы делаете что-то, чего стыдитесь, либо то, что считаете неправильно, но все равно делаете. Значит, внутри вас есть конфликт определенный, который вы не разрешаете. Он сказал, что давно сделал вывод, что нормальную девочку там не встретили. Что у нормальных девушек нет на это времени, а они знакомятся в жизни. Класс. А вы тогда кто, если нормальные девушки не знакомятся там? Вы тогда кто? Прояснили ли вы этот вопрос с мужчиной или нет? Дальше. Я спросил, а сколько лет на этом сайте? Он сказал, ровно год. Ну и что? Что год? То есть, что для вас? Непонятно. Наши отношения только набирают обороты. Вроде все хорошо. Я чувствую, мужчина заинтересован во мне. С его словом, смотря на свою работу на трех работах, хочу уделить тебе время. Ну, это, знаете, может быть, похоже на придирки, но уделить время звучит как-то так, что вот я тебе место в своей жизни определил, выделил. И вот ты как бы должна вот на этом месте как бы быть, находиться. И все. Ну, то есть, это очень, очень такое, знаете, очень, как себе признаю, если честно. Ну, на мой взгляд, конечно. Дальше идем. Так, вроде все хорошо. Знаете, вот это вот ваше все хорошо, оно как, я не знаю, как заклинание какое-то звучит здесь. Защита. Вы, видимо, часто говорите, все хорошо, пытаясь подавить в себе тревожность. Нам интересно, вместе мы только говорим по телефону, видимся. Я всегда знаю, где он, с чем занимается. Ну, вам уже на это обратили внимание, я у вас, правда, спрошу. На каком основании вы знаете, где он и с кем встречается? И с кем, с чем занимается? Это противоречит нам тому, что вы говорите, что ваши отношения еще не стали такими, чтобы вы могли спрашивать какие-то вещи в лоб. Что вы не посягаете на его личную жизнь и так далее. Посягаете уже, если мужчина только вам сам все это не рассказывает. По другой стороне, если он все рассказывает, значит, у этого есть цель. Какая-то. И опять же, вопрос там, какая? И какую роль эта цель подразумевает с вашей стороны? То есть, если мужчина все рассказывает вам, значит, что-то может не рассказать. Как бы, ну, по своему разумению. По своему выбору. Это означает, что если он что-то может мне рассказать, вы это востримите как предатство. Так. Сричаться мне еще не предложил. Влизи с интимной балл. Анна, как? Вот как это? Сричаться не предложил. Влизи с интимной балл. Как, Анна? Почему? Понимаете ли вы, что вы свою ценность этим снизили 100% на 50-60% для мужчин? Какой вам мотив теперь быть с вами, ну, спешить? Секс есть. Вы есть. Общение есть. Зачем ему обязательно на себя брать? Понимаете, мужчина, такое существо, он не будет делать что-то без мотива. А мотива у него нет. Вы благополучно лишили его этого мотива, по большому счету. И я могу спросить у вас только зачем? Что заставляло вас, заставляет вас так делать? С учетом того, что вы красивая, яркая, интересная девочка. Зачем? Понимаете? Важно ли это? Да. Очень важно. Я бы даже сказал, принципиально важно. Потому что от этого зависит то, как вы устраиваете отношения. И я даже могу сказать, что, возможно, по какой-то из этих причин вы раньше отношения не построили. Ну, то есть, по этим причинам где-то вы до сих пор не замужем. Например. Несмотря на то, что вы красивая, яркая и так далее. Либо это желание, которое вы выражаете абсолютно бесконтрольно. Либо это заниженная самооценка, либо это страх одиночества. Либо, наоборот, боясь близких отношений, которые проявляются в какой-то излишней, может быть, сексуализации. Как это говорят, вот, ну, психоанализа. То есть, тут, конечно, с этими моментами надо бы разбираться, почему так происходит. Происходят. На самом деле. Дальше. Идем. Пока отношения закрыты неким туманом, ну, так они и будут закрыты туманом, ибо вы уже мышиные как бы все позволили. Зачем раскрывать? Видимо, мы присматриваемся друг к другу. Видимо, мы. Вы присматриваете к нему или вы уже все поняли? А может быть, это он присматривается, а у вас нет выбора, кроме как сделать хорошую мину при плохой игре? Сегодня я ради интереса зашла на сайт этот. Знаете, в психологии есть такое понятие. Понятие. Он называется, вообще, изначально, это игра, родительский комитет, социальная игра. Но в этой игре люди говорят слово «это», 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 и так далее. Каково значение этого слова? Если мы не используем его как средство конкретизации, какое значение этого слова? Наука психологии говорит, что значение этого слова, значит, перенос ответственности. Когда человек говорит этот или это, или что-то еще, он переносит ответственность в себя на другое что-то. То есть вы говорите, я ради интереса зашла на этот сайт. Ради какого интереса? Что это был за интерес? Почему вы нечестны с собой и не скажете прямо, что я сомневаюсь в мужчине? Я ему не доверяю. Либо я вообще жалею, что вступила с ним в интимную связь сейчас уже. Как бы не надо было, да, я вот вступила. И я жалею. И я боюсь теперь, что мужчина мной, например, воспользовался. Либо, либо, если пойти глубже, то я хотела бы, чтобы мужчина мной воспользовался, чтобы выставить себя жертвой, чтобы на этом получить свое внимание. Ну, необходимое мне внимание. Как бы. Да, я понимаю, звучит, конечно, все это не очень хорошо. Но и вы поймите, что ваше поведение, оно заставляет думать о таких довольно глубоких вещах. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это вы обязательно. Но подумать о возможности мне кажется вполне стоит. Потому что совокупность того, что вы, ну как бы, предоставили о себе, заставляет задуматься в этом направлении. Потому что человек, ну, не может проводить такую модель поведения на достаточно серьезно направленную. Без цели. Какая цель у вас? Так, он не удалил анкету и раз в два в день заходит, обновляет почту, откуда вы знаете, смотрит лайки, откуда вы знаете. А что, он должен был удалить анкету или что, если вы даже еще не встречаетесь? Не понятно. Я задумался, если я ему нравлюсь, то зачем заходит на этот сайт? Да какая разница? Он с вами. Вы знаете, где он, вы знаете, чем он занимается, то есть он ни с кем не встречается. Какая разница? Хочется, законит, законит. Вы еще не настолько вместе, чтобы он удалял анкету. Может удалить потом. Может быть, эта женщина для него не значит ничего. Вы-то задумались, почему? Потому что вас задело. Вопрос. Что задело вас? Почему задело вас? Из-за чего задело вас? Это ответ. Самооценка. Либо страх. Вопрос только в том, в чем именно страдает ваша самооценка и чего именно вы боитесь. Дальше. Получается, он хочет встретить лучше меня. Вот видите? Это заниженная самооценка. Нет лучше вас. Людей нет лучше. Он ничего не хочет. Это ваши мысли. Это ваша проекция. Это ваша интерпретация. Это вы боитесь, что он встретит лучше вас. Вопрос в том, почему. Тогда этого человека не умеет ценить то, что имеет. Только откуда вы знаете, что он не умеет ценить то, что имеет? Ну откуда? С чего вы это взяли? Основывается только на том, как вы интерпретировали его посещение с сайта знакомств. Не считаете, что он успешен? А может быть вы играете в игру «Попался»? Тогда да. Да. Но зачем? Я в замешательстве. Да. Потому что вас задело. Появилось напряжение. Напряжение вы снять не можете. Спросить у него. А работать над собой, ну это для вас возможно означает слабость, может быть. Спросить у него я не могу. У нас же отношения поганя на такой стадии, чтобы я могла спросить в лох. А не в лох. Что мешает воспользоваться хотя бы моей рекомендацией, такой ненавязчивой, значит, констатацией того факта, что он еще там. Это первое. Второе. То есть спать вы можете вместе. Знать где он вы можете, а спросить нет. Не кажется ли вам, что это опять идет в вашей интерпретации? Не кажется ли вам, что если вы не будете честны сейчас, то не будете честности и потом? Это миф, что она появляется потом. И скорее всего ваши родители в отношениях были нечестны и привыкли скрывать свои чувства. Может быть и вы сами тоже свои чувства скрываете? В каждой концов вы что, этого мужчину любите? Для чего он вам? Подумайте, что я покушаюсь на его личную свободу. Да вы уже покушаете в личную свободу и если бы ему это не нравилось, он бы вел себя немножко иначе. Или вы думаете, что он вас обманывает, рассказывая, где он и чем занимается? Самая девушка яркая, красивая и интересная. Ну вот это очень напоминает сексуализацию. То есть яркая, красивая и интересная, но при этом отталкивает себя мужчин, потому что боюсь идти на сближение. В вашем случае это очень похоже на правду. Я всегда пользуюсь успехом у мужчин. Да, возможно, только вы не вышли замуж до сих пор. Вопрос почему. Но тут я в замешательстве. На этом, я думаю, можно закончить. Я вам, в принципе, ответил на все ваши вопросы, которые вы задали всем. Ваше замешательство – это следствие внутреннего конфликта, мотивов и желаний. Я полагаю, что на вас и лишит ответственность за снятие этого конфликта и за самостоятельное внесение определенности в отношения. Я полагаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Так, спасибо. Продолжение следует.